В общем, добрый день еще раз всем. Меня зовут Княжев Денис. Я сегодня буду рассказывать тему, которая называется Modern Android Projects Dependency Injection Events Testing. Собственно говоря, после того, как я засубмитил эту тему, я понял, что на самом деле тут не одна тема, а тем очень много, а как бы доклад всего один и покрыть все эти темы на более-менее приличном уровне потребовался бы довольно долгий доклад, а долгие доклады, как правило, самые плохие из всех докладов, потому что они всем надоедают, людей клонят ко сну и так далее. Поэтому я решил постараться эти области охватить так, чтобы предоставить вам какой-то базис, ну не просто базис, базис, который практически, который можно было взять и использовать в своих проектах, если вы Android-разработчик прямо сегодня. Вот, если вы не Android-разработчик, то сори, возможно, это митинг не для вас. Но тем не менее, я постараюсь это все держать довольно кратко и больше подходить к этому с практической точки зрения. Я кинул ссылку в чат нашего линк-митинга на slides.com. Эта презентация будет трансфироваться на slides, так что если хотите, можете митинг использовать только как источник звука, а открыть в браузере slides.com и смотреть там, там все будет обновляться в живом режиме. Так, поехали дальше. Так, ну, буквально пару слов обо мне. Я исторически как бы являюсь Java Enterprise-разработчиком и Android-разработчиком я работаю, собственно, ну, я имею в виду на профессиональных проектах два года. До этого я делал также Java Desktop, JavaScript, PHP, базы данных, немного iOS, а еще разные штуки. Вот, сейчас я Development Manager в мобильном отделе проекта Spreadfast. Все, больше вы не услышите названий заказчиков. Вот, также у меня есть несколько так называемых пэт-проджектов, которые я веду на GitHub'е с такими довольно скромными комьюнити. Один это программер дворок AppSpot.com, это онлайн-туториал набора, слепого набора в дворок раскладки. И второе это приложение, которое называется Bullshit Bingo Champion, это Android-приложение для игры в слова, если можно так сказать, на митингах в больших компаниях, которые потом позволяют онлайн шарить результаты, там делиться, вести какие-то scoreboard'ы и так далее. Собственно, наша адженда на сегодня. Три основных топика будут. Я буду эти топики, в принципе, практически независимы друг от друга. Я думаю, в конце каждого топика можно будет задать мне пару вопросов. Первый топик это Dependency Injection. В частности, я расскажу про Dagger. Это Dependency Injection фреймворк, основанный, ну, заточен именно под Android. В второй части я расскажу немного про события, ну, мой опыт работы с событиями в Android, в частности с библиотекой Otto Event Bus. В третьей части я расскажу, опять же, из своего опыта, как мне приходилось тестировать Android-проекты. И это я рассмотрю с двух точек зрения. Первый это юнит-тестирование, тестирование в изоляции. Второе это интеграционное, так называемое, тестирование. Это тесты, которые запускаются, собственно, на девайсе. И, в частности, я расскажу про Espresso, про библиотеку Espresso. Так, начнем. Первая часть. А, еще я забыл сказать, для этой презентации я создал демо-проект на GitHub. То есть, вот он у меня здесь есть. Это небольшое Android-приложение, которое показывает погоду. Оно показывает погоду аж в целых двух городах. В Харькове и во Львове. Вот здесь я расписал буквально в двух словах, как его собирать. По идее, вы просто его импортируете в Android-студию. Весь код, который будет в моей презентации, он находится взят из этого демо-проекта. То есть, можно брать его и использовать. Я его могу показать на Android-эмуляторе. Можно выбирать Харьков, Львов, нажать обновить. У нас идет запрос на сервис погодный, обновляется погода. В принципе, все. Я могу его вращать. Там оно, по идее, сохраняет свое состояние. Что интересное об этом проекте, то, что он написан с использованием пугающе маленького количества строк кода. То есть, если вы откроете, посмотрите его, то там буквально не больше 500 строчек кода это все занимает. То как раз, в том числе, благодаря тем вещам, как мне кажется, про которые я буду рассказывать. Конечно, не из-за того, что я такой разработчик, что пишет так мало кода. Из-за того, что другие умные разработчики написали умные библиотеки, которые я использую. Вот. Здесь ссылка на этот проект. Итак, начинаем. Первое. Dependency Injection. Ну, я думаю, многие сталкивались с этим понятием Dependency Injection. Как бы, это один из шаблонов проектирования. Персонально мой это самый любимый шаблон, я хочу сказать, по двум причинам. Первое. Я считаю, ну, это опять же мои субъективные мнения. Я считаю, что это самый простой из всех шаблонов проектирования. То есть, проще нету ничего, чем Dependency Injection, на мой взгляд. И второе, то, что это один из немногих шаблонов, опять же, на мой взгляд, который нельзя, практически нельзя или очень-очень трудно использовать неправильно. То есть, если с другими шаблонами очень легко можно создать код, который будет выглядеть намного хуже, чем он бы выглядел без шаблона. То есть, с Dependency Injection код, как правило, просто дробится на более мелкие части. И самое плохое, что может получиться, это так называемый равиолик код. Если вы читали на Википедии, то есть понятие спагетти код, я думаю, никому не надо объяснять, что такое спагетти код. Это одна из крайностей, когда код очень запутанный, монолитный и так далее. Но есть еще другая крайность, оказывается, я недавно об этом узнал, это так называемый равиолик код. Равиоли это такие маленькие, ну, типа макаронных изделий, да, такие маленькие, которые, в общем, они очень маленькие в этом сути. Это происходит тогда, когда у нас есть буквально маленькие классы, там, с одной-двумя строчками кода, и этих классов десятки, сотни, тысячи. Это равиолик код. Но все равно я считаю, это намного лучше, чем спагетти код, потому что из этих маленьких классов, по крайней мере, можно складывать то, что нам нужно. Вот, ну, так что сейчас я вам покажу, как писать равиолик код с Dependency Injection. Так, что такое Dependency Injection? Вот, ну, тут одна из цитат, это то, что это всего-навсего, когда мы передаем объектам ссылки на их поля, и все, в принципе. И я считаю, это отличное определение, что такое Dependency Injection, но можно рассмотреть это на примере, в частности. И у нас тут очень-очень упрощенное Activity, пусть это будет какая-то Weather Activity, да. И у нас в этой Activity есть поле Weather Manager, это, допустим, сервис, который мы используем для обновления погоды. Мы инициализируем это поле внутри, он креет метод, например, и у нас есть метод Refresh Weather, допустим, который вызывается, когда мы нажимаем на кнопку. Все хорошо, все отлично, как бы все чисто. Но Weather Manager, как оказалось, тоже нужно инициализировать, инициализировать его нетворк клиентом каким-то, который будет общаться с сетью. И этот нетворк клиент, конечно, надо инициализировать очередью, в которую мы будем класть реквесты, и, наконец, все это положить в Weather Manager. И здесь мы видим, что это начинает превращаться в небольшую грязь, потому что код, который, собственно, использует нашу бизнес-логику в этой Activity, его всего одна строчка, в то же время как большая часть кода это инициализация, создание и так далее. И можете представить, когда это все становится чуть более тривиально. То есть количество инициализаций и тому подобное разрастается очень быстро. И давайте посмотрим другой пример. Когда у нас Weather Manager, мы перед ним напишем волшебное слово Inject. Inject это аннотация, которая, если я не ошибаюсь, из JSR 330, взята, то есть это стандартная аннотация, которая используется в Java Enterprise. Она, эта спецификация поддерживается многими фреймворками в Dependency Injection, в частности, Juice, Spring и так далее. Насколько я помню, я могу ошибаться. И в методе onCreate мы, по сути, пишем одну строчку, но здесь она на две разбита для читабельности. Мы создаем некий модуль для нашей Activity и мы делаем волшебный вызов InjectThis. И после этого волшебного вызова InjectThis наши все поля, которые помечены в аннотации Inject, волшебным образом становятся инициализированными. Мы можем их использовать. Как же выглядит сам этот модуль? Модуль выглядит таким образом. Это просто набор методов, каждый из которых открывает что-то. То есть некоторые методы принимают какие-то параметры и используют их для создания объектов. Но все эти методы, по сути, создают объекты. И каждый метод, в чем прелесть этого, что каждый метод понятия не имеет, откуда к нему пришел параметр. Или группа параметров. То есть параметры могут приходить из каких-то других модулей. Это может быть какой-то тестовый модуль, который мы подложили для тестирования, который возвращает другие объекты и так далее. То есть это намного более, как показывает мой скромный опыт, это намного более сопровождаемо. Потому что даже в моем простом приложении Bullshit Bingo Champion там нет никакого dependency injection. Но я бы очень сейчас хотел, чтобы оно там было, потому что там абсолютный мессис. И вы там же на GitHub его откроете, вы в этом убедитесь. Вот. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, как это в Android подключать и так далее. Есть очень интересное высказывание от Google. Ссылка на которое приведена здесь. Google говорит, avoid dependency injection frameworks. Черным по белому. Не используйте никогда dependency injection frameworks. И как бы, если мы такое читаем, зачем мы вообще эту тему затрагиваем, если dependency injection frameworks официально discouraged к использованию Google? Ну, там дальше идет, если вы эту ссылку нажмете, уточнение, что such as juice and robot juice. Проблема этих dependency injection frameworks, juice, собственно, и robot juice, это то, что они не были написаны изначально для Android. Они очень много используют рефлексию. А рефлексия на Android это плохо. Это очень плохо. Потому что Dalvik машина, она, ну, во-первых, как бы ресурсы, CPU и память, все, что нужно. Ну, в основном CPU, да, для рефлексии. На мобильных девайсах очень ограничено. Соответственно, вы будете потреблять больше жизни батареи. А если ваше приложение будет съедать батарею, то пользователи просто его удалят. Но вторая вещь, еще более важная, что Dalvik и даже Art, который с пятым Android введен новая виртуальная машина, полностью с нуля, кстати, написанная, переписанная, они оба плохо работают с рефлексией. В Android нету такого понятия, например, как moving garbage collector. То есть, опять же, в Art он появляется, но он используется не всегда, только когда activity идет в background и так далее. То есть, много вещей, которые отлично работают на серверах, они плохо работают на мобильных устройствах. И рефлексия один из них. Именно поэтому фреймворки, которые основаны на рефлексии, они очень плохо работают на мобильных девайсах. Так, что же делать? Есть библиотека, которая написана ребятами из Square Soft. Square, это компания, которая одни из, я считаю, самых продуктивных разработчиков, open-source разработчиков, в частности, для Android. Потому что количество библиотек, которые они написали, оно просто потрясающее. Количество open-source библиотек, в частности, их библиотека, ok, HTTP, стала дефолтной библиотекой, начиная с Android 4.4 в Core, в Android Core. Эти ребята написали фреймвор, который называется DAGGER. DAGGER это аббревиатуры DHG, Directed Asynchronous Graph, или что-то в этом роде. В общем, направленный граф. Они хотели этим подчеркнуть, что они абстрагируют концепцию так называемого графа объектов посредством этого фреймворка. И одна из главных фич этой библиотеки, то, что она использует кодогенерацию и практически не использует рефлексию. То есть на Android она просто генерирует, во время компиляции происходит генерация кода для геттеров, сеттеров в нужных местах, который работает практически без рефлексии и работает довольно хорошо. Собственно, вот те вот примеры, которые я только что показывал с инжектами, с модулями, с провайдами, это все аннотации DAGGER. То есть это DAGGER код, который здесь у нас. Теперь, как это работает, как я это сделал в приложении. Сейчас я бы хотел, так меня пустят в мою Android Studio. Буквально в двух словах показать, как это работает вот здесь, в этом приложении, которое у меня есть. То есть это моя activity, единственная weather activity, которая показывает вот эту погоду. Вот она здесь находится. Здесь у нас есть так называемое поле Object Graph. Здесь в методе Create я это поле Object Graph инициализирую. Вот здесь и делаю волшебный вызов Inject This. После того, как я сделал Inject This, вот эти вот все поля, которые аннотированы с помощью вот этой аннотации Inject, они инициализируются. Они подтягиваются из модулей. Модулей у меня здесь два, как вы видите. Это weather activity модул мой самый главный и так называемый common модул. Если мы посмотрим weather activity модуль, он пустой, магия. Нет, но на самом деле он подтягивает в себя, видите, написано includes еще один модуль. Это так называемый managers модул. Здесь уже идет создание shared preferences и так далее. Вот preference manager подтягивает в себя эти shared preferences и так далее. Одна из очень крутых вещей, видите, еще здесь аннотация single tone. То есть все эти объекты, они создаются всего лишь один раз. То есть по мере того, как они, ну, когда они создаются однажды и больше не создаются. То есть экономится немножко памяти в этом плане. Вот, собственно, кто еще такого важного? Ну да, здесь показано Injects weather activity в этом модуле, чтобы показать, что вот здесь вот мы можем сделать Injects this. This это, соответственно, weather activity наше единственное. Вот это по тому, как это здесь работает. Ну так, ну, просуммировать dependency injection и, собственно, таггер, о котором я говорил. Это хорошо использовать, когда есть нормальный инструмент к использованию. Если использовать плохой инструмент, который не заточен под Android, то experience у пользователей будет далеко не такой хороший. Хотя это, конечно, относится к любым практически библиотекам. То есть обычно совет, который дают умные люди, мне в частности, это то, что нужно использовать библиотеки, которые были изначально сделаны, оптимизированы под Android. Так, но подождите, это еще не все про dependency injection. То есть я вам рассказал, какой крутой таггер, как он позволяет абстрагировать хорошо код, сделать его быстрее. Но, оказывается, есть вещь, которая еще лучше, чем он. Как она называется? Даггер 2. Даггер 2 написан Google и релизнул буквально несколько недель назад. То есть они очень активно работали со Square. И они, собственно, Google помогал Square в написании изначального даггера. Потом Google сделал форк, даггер 2. И теперь Square помогает Google с даггер 2. То есть в чем фича даггер 2? Ну вот, например, отрывок кода из даггер 2. Как вы видите, выглядит очень круто. Я так и не понял, что он делает, но согласитесь, очень круто выглядит. Они вводят понятие компонентов, наследование модулей, тому подобное и тому подобное. Ну, в частности, даггер 2, он еще быстрее, чем даггер 1. Он генерирует код, который похож на тот код, который бы мы написали руками. То есть мы можем делать, ставить брейкпоинты в этом коде, то есть делать степ-бай-степ там и так далее. То есть он использует ноль рефлексий. То есть если я говорил, что даггер 1 использует очень мало рефлексов, то даггер 2 его вообще не использует. И ему не надо добавлять какие-то рулы в ProGuard, чтобы он не удалил классы, которые ему кажутся, или поля, которые ему, кажется, не используются. И он также вводит понятие, как я сказал, наследование модулей, компонентов и много-много-много другого. Но я только пробовал его в тестовом проекте, поэтому я ничего не буду говорить про него, как он работает в реальных проектах. У меня такого опыта нет, но по тому, как люди отзываются о нем, он работает очень и очень хорошо. Потому что если вы думаете подключать dependency injection в ваш проект, то я бы очень рекомендовал посмотреть на даггер 2. Итак, несколько линков в конце этой секции. Линка на даггер, линка на introduction talk про даггер, это даггер 1 имеется в виду, опять же линка на даггер 2 и линка на ток. Это большие такие токи, довольно глубокие, минут по 40, там по часу. Такие ребята довольно умные рассказывают. Очень рекомендую посмотреть. Так, дальше у нас там что, ивенты. Окей, может какие-то вопросы есть, пока мы перейдем к следующему топику. Или же в конце у нас будет отдельная секция для вопросов, еще, так что, если, как бы, может какие-то вопросы придут, можно будет их задать в конце. Ну, да, я забыл сказать по ходу дела, если что-то возникает, пожалуйста, перебивайте меня, я с удовольствием расскажу, пока, так сказать, мысль в голове далеко не уходила. Ну, хорошо. Ну, ивенты, как правило, связывают с многопоточностью, хотя не только с ней, я об этом буду говорить дальше. Но, тем не менее, если говорить о многопоточности, то Java никогда не была под нее заточена. Но многопоточность в Java всегда была очень болезненной, как вы знаете. Изначально это были обычные среды, потом появилась библиотека Java Util Concurrent, которая немного это облегчила, но все равно, которую больно очень использовать до сих пор, и которую на андроиде я ни разу не видел, чтобы использовали, честно говоря, где-то. Хотя, я думаю, просто потому что я такой недальновидный. Но в андроиде то, что мне известно из многопоточности каких-то, это неуклюжий класс AsyncTask, который превращает код в многоструктурную такого монстра, особенно если несколько тасков надо запускать один после окончания другого. Но я сейчас покажу, как это примерно выглядит. Вот, итак, по ивентам. Ивенты это хорошо, я считаю, однозначно, потому что они помогают лучше структурировать код. И сейчас я вам покажу, как это выглядит наглядно. Они очень хороши для асинхронных вызовов, потому что всегда очень удобно, когда какой-то асинхронный вызов закончился, просто создать какой-то ивент, выбросить его в мир и забыть о нем. И те, кому нужно, они среагируют на этот ивент. И также ивенты помогают уменьшить очень сильно количество внутренних классов. И это, я считаю, самое большое, ну по крайней мере для меня, это самое большое их достижение. И сейчас я немного более в детали углублюсь. И так, вот пример использования кода без ивентов. Опять же, у нас есть WeatherActivity, WeatherManager. Внутри этой WeatherActivity наша задача получить список городов и обновить погоду для первого города из этого списка. Как мы это делаем? У нас есть WeatherManager, у которого есть метод FetchCities. Этот метод принимает какой-то callback. То есть, ну так как мы все знаем, что нетворкинг в андроиде нужно делать в отдельном потоке, то естественно этот код будет проходить в отдельном потоке с каким-то callbackом. Мы передаем этот callback внутри метод FetchCities. И когда этот callback успешно выполняется, мы запускаем новый запрос UpdateWeatherForCity и берем первый город из этого списка. Вот, я такие методы называю новогодняя елка. Посмотрите, он похож на елку перевернутую, упала вправо. Вот такое заострение впереди, а сзади такие веточки торчат. Выглядит ужасно. Это ужасно читать, ужасно сопровождать. Особенно если у меня было 7 таких вызовов. То есть в реальном проекте. Можете подумать, как это выглядело. Это выглядело ужасно. Давайте посмотрим, как этот код можно немного улучшить с эвентами. Посмотрите сюда. Этот кусок кода выполняет все то же самое, что выполнял предыдущий. Но выполняет это немного по-другому. У нас есть метод тот же самый UpdateCities, который просто вызывает WeatherManager FetchCities. Все, без всяких параметров, без ничего. Фишка в том, что этот WeatherManager, он, когда запрос заканчивается на сервер, когда возвращается результат, он создает эвент и выбрасывает его в мир. В нашей Activity же есть методы Subscribe. Эти методы говорят, что наш текущий класс интересуется в определенных эвентах. Соответственно, когда нам приходит CitiesUpdatedEvent, то мы берем первый City из этого ивента и запускаем запрос UpdateWeatherForCity. Опять же, тот же механизм, когда вызов метода заканчивается, происходит выброс ивента в мир. И у нас есть еще один метод Subscribe, который этот эвент ловит. CitiesUpdatedEvent. И здесь мы получаем GetCity, GetWeather из этого ивента и делаем все, что хотим дальше с ними. Намного более читаемо. И есть еще одна фишка здесь, что этот код, он более устойчивый. Я сейчас покажу, почему. Вот посмотрите, например, этот пример. Когда у нас есть WeatherManager, у нас есть TextView, wind, скорость ветра. И мы делаем вызов UpdateWeather. И когда у нас приходит результат, мы записываем это количество, скорость ветра у нас в наше TextView. В этом коде есть один очень-очень большой недостаток, который я никогда не встречал до тех пор, пока не столкнулся с проблемой в реальном времени. А что будет, если наш запрос на сервер идет долго, и пользователь в этот момент перевернет экран? А будет вот что. Activity наша дропнется. Она будет заменена на новую Activity, но callback он останется висеть в памяти. И вот это вот поле, wind, которое здесь обращается, оно уже не будет существовать, когда этот callback будет вызван. То есть оно будет еще в памяти где-то там, но оно уже будет деинициализировано, оно будет готово быть поглощенным сборщиком мусора. То есть наш метод, а это поле, оно уже будет другое, это будет вообще другая Activity. И как бы это просто результат нашим в лучшем случае пропадет. В худшем случае у нас покрешится, потому что мы пытаемся вызвать какое-то поле, которое уже деинициализировано. Оно не будет ровнуло еще, потому что у нас есть на него ссылка, но кто знает, что там может произойти. Ничего хорошего. И этот метод можно улучшить вот таким вот образом. У нас есть, опять же, WeatherManager. И здесь очень важно, чтобы он был ApplicationScoped. То есть когда мы крутим экран туда-сюда, чтобы даже если наша Activity пересоздается, наш WeatherManager оставался одним и тем же. И у нас есть это же поле, этот же метод и Subscribe. И все, этот код абсолютно свободен от проблемы, которую я описал только что. То есть даже если у нас будет новая Activity, наш метод Subscribe сработает именно с тем полем Wind, вот этим вот внутри WeatherUpdated, которое уже в этой новой Activity, не то, которое было в старой. И так делают многие приложения, например, когда вы нажимаете там синхронизировать, да, и начинаете крутить экран туда-сюда, приложение меняет ориентацию, но ваша стрелочка синхронизировать, она все равно крутится, она не сбрасывается. На самом деле достичь этого эффекта можно вот таким образом. Ну, не так просто, как бы, но с ивентами намного проще. Вот, и так. Собственно, код, который я только что показывал, он был написан при помощи так называемой библиотеки AutoEventBus, который написал, куда идти, кто? Конечно же, ребята из Square. Это, я так понимаю, что эта библиотека названа в честь вот этого парня из Симпсонов, которого зовут Отто и который является бас-драйвером. То есть, AutoEventBus очень хорошо подходит к этому. Итак, эта библиотека, она очень-очень простая. То есть, я вам сейчас покажу ее API в полном объеме. То есть, вы поймете, о чем я говорю. Она очень-очень быстрая и она оптимизирована под Android. То есть, она сделана для того, чтобы запускаться на Android девайсах. Вот как, собственно, использовать эту библиотеку. Есть какая-то шина общая, бас. И, кстати, хочу сказать, если кто-то работал с Гуавой, то эта библиотека является форком Гуавы. Там тоже есть EventBus, но ребята из Square, они переписали этот EventBus так, чтобы он хорошо работал с Android. Дальше вы делаете bus register this, например. Ну, если вы внутри Activity находитесь. И потом вы делаете bus post, создаете какой-то event. Дальше у вас есть subscriber, который принимает такие event. И когда вы, как бы, жизнь приложения подходит к концу, там, вы перед в destroy методе где-нибудь, вы делаете bus register this. Вот и все. Это весь API. То есть, вы не думаете, что я показал вам какой-то там основные элементы API. Нет, это и есть весь API этой библиотеки. То есть, вот так вот ее используют. Там есть, конечно, какие-то еще конфигурационные несколько параметров, чтобы запускать там только в главном потоке или допустить возможность не в главном потоке запускать. Но такие мелочи, собственно. Вот основные элементы здесь. Довольно просто. Итак, как же мы это используем в нашем поводном приложении? Давайте вернемся к нашему демо. Сюда в наш проект. Вот у нас есть метод, точнее поле bus, о котором я говорил, который инжектится такером сюда соответственно. У нас есть метод onResumeActivity, в котором мы делаем bus register this. И внутри метода onPause мы делаем onRegister, чтобы когда наше приложение уходит в сон, там, в background, оно занимало чуть меньше памяти. Вот. И дальше у нас... Так, собственно, вот у нас есть метод refreshWeather, который вызывает fetchWeather. Ну, здесь я передаю один callback, но только для того, чтобы показать вот эту всплывающую подсказку, чтобы weather updated. Соответственно, я передаю error callback, чтобы показать, что fetch failed, если там какая-то ошибка произошла. Вот. И это, собственно, все. То есть он фактически вот вызывает метод fetchWeather вот с одним вот этим вот параметром. Это cityID текущая вызванная. И дальше вот у нас есть метод subscribe, onWeatherUpdated, где мы принимаем weatherUpdatedEvent, получаем текущую погоду из этого ивента, и все наши поля обновляем соответственно значениями этой погоды. Ну и прячем прогресс бар. Вот. Собственно, все. Так вот работают ивенты. Очень просто, но, во-первых, очень сокращает код и делает его, как я на предыдущем примере показывал, более надежным. Итак, summary event. Делает код короче, меньше возможности допустить ошибку, существенно уменьшает количество внутренних классов. Это просто отлично, я считаю. Очень хорошо работает со сложным кодом, потому что иначе нам бы пришлось передавать повсюду ссылки объектов, которые нам потом нужно вызывать, когда что-то заканчивается. Final ссылки, как правило, потому что мы эти объекты бы использовали во внутренних классах, скорее всего. Ну и опять же, для асинхронного кода прекрасно. Мы просто делаем ивент, выбрасываем его в мир и все. Мы не ждем никого, кому когда надо, когда там main thread будет свободен, он этот ивент обработает. Так, ну и немного линков. Тоже ссылка на Otto. И ссылка на еще одну эвент-бас, которую я не пробовал, но которая хвастается, что она в два раза или даже больше, быстрее, чем Otto. Она написана ребятами из компании, которая называется Green Robot, немецкая, насколько я знаю. Эти ребята написали замечательную ORM для андроида, которая называется Green Dao. Возможно, кто-то слышал, кто-то использовал тоже, которая говорит, что она самая быстрая из всех, но я ее, к сожалению, не использовал в своих проектах. В частности, из-за того, что там очень сложные конфигурации, через код, мы решили ее не трогать. Но Otto мы используем, очень успешно, очень довольны, что она есть. А можно вопрос по Dagger? Конечно. Я просто читал когда-то статью от Dagger 2, и там была такая штука, что оно, по-моему, не саппортится старыми версиями андроида. Правда, не правда, что ты с таким сталкивался, не сталкивался? Не, не слышал. Это про какую статью? Это у них на сайте, на самом деле? Нет, я где-то на хабре прочитал, что чуваки пишут, что у них были проблемы со старыми андроидами. Не знаю, честно говоря, не могу прокомментировать никак. Но, зная, ребята из Square, они обычно поддерживают Backward Compatibility как минимум до 2,3 андроида. Даже не 2, там был 2,3,1, да, вот этот вот следующий, 2,3,3. Да, даже не до 2,3,3, а для просто до 2,3. Ну, я не знаю, не могу комментировать, как я говорю, не использовал в реальной жизни, поэтому не знаю. Окей, спасибо, надо протестить, короче. Да, да, одно иначе. Спасибо. Ну, я как бы в своих проектах вот этих гитхабовских, в реальном приложении мы Android, начиная с 4-ой версии, используем, так что нам очень с этим повезло. А когда на Google выкладываете, вам Google сама ничего не говорит, что у вас там compatible version, от такой до такой? Или вы еще не выкладывали свои приложения на маркет? Так, в плану она есть там, как бы, ну... Ну, Google не матюкается, в общем, да? Ну, с Dagger 1 нет, конечно. Dagger 1 у нас... Ну, это гугловая, так что там вряд ли будет сильно. Не, ну, кто знает, кто знает, ничего не гарантирует, честно говоря. Понятно. Хорошо, спасибо. Да. Ну, собственно, это все, что я хотел сказать по ивентам. Третья часть нашего вот этого доклада, последняя, это про тестирование. Это моя любимая часть, потому что я очень люблю тесты, очень люблю юнит-тесты, потому что, как правило, их очень легко писать. вот, но там есть другие вещи, что если юнит-тесты становятся слишком сложными, то их потом нужно поддерживать так же, как и само приложение, но это уже как бы тема совершенно другого доклада, или скорее серии докладов про тестирование, которые касаться не будут. Но исходим из мысли, что тестирование это хорошо, тестирование это хорошо. Первое, что я хотел сказать, что тестирование, но очень хорошо работает с dependency injection, то есть dependency injection, он обеспечивает, открывает ваш код для тестирования. Если у вас код использует dependency injection, то писать тесты вам будет здорово, эти тесты будут эффективными, и это сам процесс принесет вам удовольствие. Вот, собственно, dependency injection makes test possible, effective, fun. Да, я сейчас немного покажу, как это выглядит, именно на основе даггера. Итак, jumping straight to the code. Да, я еще хотел сказать такую вещь, что тестирование, тесты сами, они могут быть двух типов, да, это unit test и так называемый интеграцион, ну, это два таких больших типа, как бы. Вот, сейчас я поговорю о unit test. Preferences manager test. Так, упс. Вот это вот тест, который тестирует один из моих классов, который называется preferences manager. Да, будет справедливо вам показать этот класс для начала. То есть, preferences manager, он до безобразия простой, тут есть всего два метода, это один persistweather, другой getweather. Persistweather принимает currentweather, currentweather это обычный java pin с кучей полей, там, температура, скорость ветра и тому подобное. И он записывает эти значения в shared preferences. То есть, берет weather, putString, putString, apply, все. getweather, соответственно, создает новый объект currentweather, вытаскивает из shared preferences все значения, кладет их в currentweather, возвращает. Все, что нужно протестировать, по сути. Вот. Сам тест. Сам тест, он, опять же, использует даггер. И здесь есть так называемый тестовый модуль. И в этом вот вся красота, я считаю, именно тестирования с помощью даггера. Вы можете, если у вас приложение состоит из разных модулей, то вы можете в ваших тестах взять один модуль, подменить на тестовый модуль. И все поля, которые в этом, которые этот модуль provides, да, которые он возвращает, их можно перекрыть через моки и тому подобное. Ну, что я, собственно, здесь и делаю. Вот я здесь, например, у меня provide preferences manager, я создаю new preferences manager, это то, что я буду тестировать. Он принимает shared preferences, чуть выше создает сам shared, ну, не физический shared preferences, это просто мог. И этот метод возвращает этот editor и return. И, наконец, выше здесь у меня сам editor. И сам editor у меня перекрывает два основных, ну, три основных метода. Это putString, putFloat и putInt. То есть все, я абстракировал полностью механизм Android preferences здесь. И дальше, опять же, методами inject у меня все эти три поля здесь определены. И в setup методе JUnit я говорю object graph create и вот этот мой new модуль, который я вверху здесь определил, inject this. This это объект теста самого. И опять же, после inject this волшебного все эти поля становятся инициализированными. Инициализированными локами вот эти два. Этот это наш объект, который мы тестируем. И вот здесь есть два теста. Get test get weather и test persist weather. То есть test get weather я говорю что вот у нас есть какая-то температура я хочу посмотреть как он записывает мне температуру. По идее я должен был перечислить все поля здесь, но я просто одну температуру сделал для краткости. Вот здесь я говорю если будет какой-то get float с таким вот ключом тогда возвращаем мне эту температуру. И дальше я говорю get weather и проверяю что эта температура равна нашей начальной температуры с нулевой погрешностью. Это флот требует еще третий параметр погрешности. И test persist соответственно я сохраняю смотрю как сохраняется название города моего. Вот я делаю persist weather и проверяю что вот такой вот метод put string city с названием моего city вызвался именно один раз. Тест попробовать запустить внизу что-то компилирует оба зелененькие отлично вот собственно так вот оно работает примерно так это по юнит тестирование есть еще второй аспект тоже отличный это интеграционное тестирование здесь я буквально там уже кратко расскажу про мою любимую одну из моих любимую библиотек для андроида это эспрессо эспрессо был разработан гуглом сравнительно недавно они начали работать первую презентацию в 2013 году сделали и вот буквально этой весной они выпустили эспрессо 2 который просто шикарно работает с тестированием он позволяет тестировать сам само приложение на девайсе каком-то ну либо на эмуляторе то есть эспрессо очень-очень быстрый оно очень-очень быстро запускает тесты я вам через секунду покажу как это работает его очень легко использовать и я сейчас тоже это покажу оно extensible и robust вот этот последний пункт robust он очень-очень важный потому что у меня была в моей жизни ситуация мы начинали с работе ума возможно вы слышали это тоже фреймворк для тестирования андроид приложений довольно старый такой но довольно такой укоренившийся уже у нас был большой-большой набор тестов ну как большой-большой ну тестов может там 30-40 ну таких довольно увесистых то есть мы там переходили с активити на активити хотя это не очень хорошо как я сейчас понимаю вот ну как бы такая логика там была серьезная и все это работало хорошо но время от времени тесты вот они сыпались просто какой-то тест там чего-то не нашел в каком-то тесте какой-то крэш произошел и так далее и так далее то есть мы это чинили чинили но потом плюнули удалили все эти тесты ну точнее не удалили подтянули эспрессо наш проект и все тесты переписали на эспрессо строчка за строчкой мы их переписали на эспрессо и мы очень довольны сейчас то есть оно конечно время от времени где-то раз в месяц может какой-то тест покрешится но не чаще альтернативы для андроида как я сказал работе есть еще апиум апиум это универсальный такой фреймворк он позволяет тестировать и андроид и айос но он такой довольно поверхностный медленный у нас есть команда которая пишет на апиуме я тоже туда иногда влажу посмотреть что там происходит но это ни в какое сравнение с эспрессо не идет эспрессо демо итак давайте я вам покажу как выглядит эспрессо тест у нас вот такой эспрессо тест вот это собственно все здесь видите тоже используется даггер тестовый модуль и я вам сейчас покажу почему это просто я считаю гениально то есть я могу делать так называемый грейбокс тестинг своего приложения видите здесь у меня есть preferences менеджер обозначенный полем inject так вот это тот самый preferences менеджер который используется в моей активити то есть по мере того как я запускаю свой тест я могу залезть вовнутрь этого preference менеджера я могу туда подложить какие-то моки если мне нужно я могу абстрагировать networking если я захочу и так далее кстати на нашем основном проекте мы используем так называемый mock-web-сервер который написали ребята из сквера конечно же для того чтобы поднимать такой небольшой http-сервер прямо на девайсе этот http-сервер он полностью абстрагирует от network то есть мы ему говорим ага когда такой запрос пришел верни такой JSON все и тесты у нас таким образом запускаются как будто бы с network но network полностью контролируемый так собственно сам тест в before методе мы получаем нашу текущую activity из так называемого activity rule это стандартное эспрессовское эспрессовское поле мы создаем конечно же наш object graph с нашим тестовым модулем делаем inject this ну и на всякий случай мы делаем preference manager clear потому что preference с менеджером физически сохраняет данные на девайсе и эти данные хорошо очищать по окончании теста вот здесь у нас есть два теста это test base UI и test drop down test base UI он просто проверяющий наши поля которые показывают погоду что они у нас на месте ну вот эти поля температура и так далее и так далее что эти все поля на месте тест drop down он открывает drop down переключает его и проверяет что поле в drop down не поменялось тут он в частности так как он так как он знает наперед что первое значение ну это такой немного хаки подход но зато он позволяет написать тест всего в три строчки что первое поле в drop down это Харьков поэтому он проверяет что львов does not exist дальше он делает perform click и дальше он проверяет что львов exists так давайте его попробуем запустить так run перейдем наш девайс а вот он нам проверяет предлагает на каком эмуляторе запустить да здесь у нас видите экран погас это он снес старое приложение и ставит новое так сейчас он его поставил первый тест второй тест прошли появились один пофейдился чего-то тест друг дауна маркет было не знаю честно говоря такого-то небольшая неувязывайка сейчас попробую еще раз запустить честно говоря возможно из-за того что анимации не включил раз все прошло так как это все писалось на скорую руку там конечно немного возможно есть пути для оптимизации но фишка в том что вы обратили Иваня как проходят быстро эти два теста еще раз запускаю переключаю сюда раз два все все тесты прошли если бы это был какой-нибудь работе теста оно бы шло каждый тест секунд по 5 по 10 я думаю вот так и я еще про extensibility хотел сказать вот видите у нас наши view достаются вот этими методами on view with text дальше идет with id check doesn't exist это все построено на так называемом hamcrest framework эти JUnit тесты возможно вы с ним сталкивались это такое расширение JUnit на основе мейчеров и позволяет писать эти мейчеры чтобы проверять эти мейчеры для эспрессо их очень легко писать свои здесь есть with text with id можно написать метод with image например там with я написал метод в своем проекте with content description буквально 5 строчек кода перейдем декомпилирует вот собственно метод вы зайти вот он вот matches safely здесь один есть вот все return id равно view get все то есть можно написать любую логику сюда положить и тест будет выглядеть очень кратко и очень красиво ну и немного по собственно линк на эспрессо и я сюда поместил линку груз это отличная штука которая появилась в четвертом г-юнити но которую почему-то многие люди включая меня упорно игнорируют своих тестов хотя на самом деле она очень-очень классная вот и здесь пример в нашем тесте есть мы рулом описываем наш активити всего одна строчка и оно получает активити при каждом запуске теста тоже довольно удобно вот большое спасибо это конец моего доклада есть какие-то вопросы я с удовольствием на них отвечу может я уже ты тут не один кто-то слышит нет они один а все либо которые были ну ты показывал они все фришные то есть их можно использовать в коммерческих целях или нет да все фришные оупенсорсные вся работа которая делается сквером она вся опенсорс ну каких коммерческих вот эти все библиотеки они подопатч то есть можно спокойно использовать в любых коммерческих closed source проектах да а твой проект уже есть на маркете чтобы пощупать а что что проект уже есть вот например тот же вазер активити ну этот вазер он уже есть на маркете чтобы пощупать на маркете я его не выкладывал ну во первых я в этом не вижу большого смысла так как практическая ценность этого проекта для обучения но он есть на гитхабе можно делать порки можно делать пул реквест писать мне какие-то улучшения тут несомненно поле для целая куча так что это все конечно очень приветствуется пожалуйста заходите скачивайте запускайте вот инструкции как его собирать все эти библиотеки есть тут плюс тут есть еще бонусы это воли для нетворкинга и butter knife для view injection butter knife написан Джеком Уортоном из Square это один из самых гениальных программистов всех времен так как количество библиотек написано используемое но больше 20 я думаю таких Денис я думаю есть смысл линку на твой гитхаб если ее нету в презентации то по крайней мере где-нибудь все линки есть в презентации была презентация да уже смыкнули сама презентация на слайдах то есть можно ее листать там туда-сюда все линки там кликабл пожалуйста про гитхаб линку на гитхаб да-да все есть давайте проверим давайте проверим есть-есть потому что я уже ложу по гитхабу ну все все есть вот может еще какие-то вопросы или же пишите мне как бы или заходите я сейчас во Львов 4 комната 4120 нахожусь так что будете проходить мимо заходите ну лучше уж вы к нам в Ротслав 4 этаж 401 хорошо я так понимаю что у меня нету выбора кроме как вести пейсмейкер в Ротслав да на самом деле тут есть чуваки которые бы тоже послушали всю эту штуку но проблема в том что с русским как бы тут немного тяжеловато то есть если бы на английском оно велось было бы намного лучше конечно вопрос я на английском пожалуйста приглашайте я жил в Америке работал так что проблем с английским не будет я думаю окей есть еще вопросы к Денису это уже на английском но это уже такое самое это уже это уже так что